ребята всем привет сегодня будет такой домашний влог ламповое видео на улице холодно похолодало больше минус 20 градусов буду сегодня украшать комнату кстати я елку подрезал поставил зал а здесь у меня вот веточки поставил в банку и уже украсил такой лентой банку такая будет елочка на столе чтобы было новогоднее настроение горит камин повешают три игрушки и еще взял скрепки они нам сегодня пригодятся выключил свет здесь в общем будет фон для стрима чтобы был такой приятный фон красивый с подсветкой так и сюда сейчас тоже хочу повешать гирлянду взял гирлянду она очень длинная здесь висит снеговичок повешал вот такую картину кстати это во вьетнаме брал еще в 2014 году это нарисованное такое полотно такой лайфхак конечно многие знают чтобы вешать игрушки допустим так не очень удобно а берешь скрепку и разворачиваешь вот так вот раз все и получается очень удобно где маленькая часть вот так вот повешал и все и потом я на елку а здесь подогнуть чтобы не выпадала так вот все читал много комментариев было когда я елку устанавливал в крестовину очень многим понравился лайфхак то что удобно можно откатить вот это от стула осталось ну так все все сделают три штуки и буду вешать еще подсветку гирлянда сделаем красиво придадим настроение много игрушек решил сюда не вешать не надо золотую повешаем куда-нибудь есть елки наряжают одним цветом каким-то игрушками допустим там красным цветом белым кому как нравится я решил взять такие разные цвета вот так вот получилось я в общем сейчас я вспомнил детство раньше помните делали дождик дождик берешь ватку одеваешь на золотинку мочишь и на потолоке вспомнил про это и зал ватку и положил как будто снег лежит ну так вот и одну золотинку бросил то что пригодились есть тоже разные игрушки можно вешать силы скрепки также считал были такие комментарии что елка не простые долго что она осыпется пожелтеет нет я даже знаю людей кто ставит елку живую еще в ноябре в конце ноября вот ничего нормально месяц полтора и до старого нового года легко она простоит смотрите какая тут длинная гирлянда я даже не знаю сколько метров до сделаем подсветку сейчас по потолку 10 метров на она точно есть а может и больше вот ну-ка она длинная и о-моё сейчас я распутаю покажу куда я хочу повешать так вот получается розетка хочу так провести потом вверх и вот так вот над потолком здесь вот так пустим на гитару через гнома вниз так и теперь нужен будет стул снова мне понадобится скрепки я беру их вот так пополам также разворачиваю а потом ломаю вот они легко ломается и буду втыкать в потолочный плинтус этой стороной а сюда заводить уже будут гирлянду очень удобно также ребят сегодня хотел бы поговорить про путешествия я уже честно соскучился по ним кто подписался на канал на путешествия не отписывайтесь путешествия обязательно будут просто время такое как бы ковид еще новый штамп появился вот и страны закрыли египет из казахстана вылеты закрыли тоже часто спрашивают вот я стрим когда и видео говорил что египет из казахстана закрыли ну кто-то новенький приходит кто-то уходит вот а есть полды это кто смотрит меня давно еще с путешествия автостопов очень приятно вот такая вот она длинная так пока получается чаще воткнул сюда скрепки по путешествиям я вообще прям соскучился уже хочется такой хороший качественный контент путешествия вот так вот я делаю завожу сюда за скрепку она рукой не удобно конечно но все но пока получилось так сейчас посмотрим конечно как вот в конце здесь буду снова скрепки ломать делать дальше по длине положила но он какая даже вперед за окно выходит напоминает мне все это какие-то детские подделки тоже раньше там снежинки делали из бумажки и цветной бумаги вернее вырезаешь и также на елку можно было вешать тоже скрепку и зал зацепил и на елку а можно на стекла было вешать тоже их ножницами вырезаешь и разные получаются узоры по путешествиям по странам да я хотел бы полететь в новую страну там где я не был это очень будет интересно новый опыт так сказать новые эмоции и тоже сейчас вот путешествовать конечно не так легко очень много проблем времени тот же самый пцр нужно сдавать уже не один раз а многократно вот а все это конечно не дешево допустим взять таиланд у кого есть вакцина там тоже смотря какая вакцина там спутник какая-то допустим она не принимается то есть тоже это нужно очень много знать какие вакцины должны быть вот и перед вылетом все равно даже вакцинированным нужно сдать пцр тоже там и заранее нужно запрос отправлять в общем там очень многое а кто не вакцинированный прилетает в таиланд ну конечно с пцр на 10 дней его закрывает вот отдельных живет на 8 9 день сдает снова и на 10 выпускают то есть потом еще надо будет сдавать пцр там же то есть три раза такие вот большие проблемы сложные кого-то отпуск да там неделя-две а он только 10 дней будет сидеть вот то есть такое все очень сложное сейчас по странам доминикан открытый из казахстана вот недавно был египет открыт закрыт он кстати был самый доступный по цене и индия еще есть и шри-ланка ну вот в шри-ланке уже вот этот новый вирус омикрон или как его там уже обнаружили кстати а в индии и шри-ланке я не был эти страны мне были бы очень интересны вылеты у нас производятся из астаны столицы казахстана нур-султан сейчас и алматы вот можно вылететь так все выключаю свет смотрите что у меня получилось мне очень нравится красиво прям а кстати еще еще на гномик включу там вода бежит вот идет 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 кстати можно даже было до конца ну там что вы открывать закрывать она будет мешать как бы такую зону отделила окно кстати ребят пришло мне сообщение на почту от партнерской программы юла от ютуба и к новому году они создали капсульную коллекцию вместе с культовым уличным брендом оманка правильно не прочитал дизайн создавался специально для вас вместе с алишером моргенштерном карам бэби вот в общем тут все с кем создавалась эксклюзивно и только у креатор новогодние гномы уже упаковали ваш подарок и спешать доставить вам до конца декабря я в общем зал написал своим партнером правда нет они да да пиши адрес мы вам отправим подарок ну не знаю такого сюрприза как бы никогда не было посмотрим кстати интересно что это за коллекция такая насколько мне известно капсульная коллекция это какая-то коллекция ну то есть редкая что создаются известными брендами до людьми чтобы ее как-то поднять что ли в рейтинге ну я особо по моде это не разбираясь в общем ну я написал адрес он рассказали ждите интересно обязательно покажу вот и может даже на стриме и разыграем вот я все покажу так что подписывайтесь на канал кто не подписан чтобы не пропустить стрим кстати забыл показать как-то брал ммд с конфетки и там был розыгрыш нужно было код отправлять я отправил код и выиграл зонтик прислали мне его из москвы смотрите как он выглядит здесь кнопочка я сейчас я поближе покажу ручка деревянная опа тут вот так вот он выглядит из дерева кнопочка такая как будто камень позолоченная такие сувениры конечно очень приятный а ты нам dance и вот так вот так что когда участвуешь отправляешь коды как бы не так тяжело выиграть сейчас зашел я в anix tour так поставил на султан они предлагают арабские эмираты арабские эмираты но тоже цены да допустим от 300 3000 до это на одного человека получается при двухместном заселении если летит один человек то там будет не 300 3000 где-то дубая добавляется ты 60 где-то 363 тысячи примерно будет если полетит один человек вот я уже был там не раз как бы я конечно не планирую и предлагает еще турцию а если брать билеты на самолет я сейчас специально сидел проверял смотрел билеты выходят очень дорогие дороже даже если ты купишь тур а в тур входит и питание ну смотрят тоже база да какая на базе там завтраки лицо включено питание трансфер страховка все 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 входит и выходит дешевле нежели взять просто билеты на самолет потом дополнительно самостоятельно нужно оплачивать страховку вот так же искать и платить за жилье сейчас поставил алматы и уже здесь есть мальдивы посмотрим мальдивы на новый год час я наберу в общем я набрал алматы мальдивы вылет 30 прилет 30 на 7 ночей вышла у меня 8 ночей 9 дней цена поставил доллары 2230 долларов вот и все написано это самый дешевый отель завтрак комната сингл на 1 2239 долларов это 8 ночей то есть 9 дней ну конечно если попадает новый год то цена вырастает это почти вдвое полтора раза цена вот так вырастает это курорт мали я вот не был конечно здесь будет интересно но такие цены сейчас я поставлю чтобы получается не в новый год попасть а если после нового года допустим там 15 января потому что января тоже будет дорого здесь уже начинается от 1991 доллара то же самый дешевый отель на нем даже звезд нет звезд не это там guest house на такие курорт я конечно бы не хотел миллион десять тысяч миллион пятнадцать тысяч потому что там делать нечего сюда можно лететь только по двум причинам это либо большой компании большой веселой компании либо не знаю там медовый месяц с девушкой да с женой вдвоем ну вот но мальдивы я смотрел там есть какой-то самый большой остров да куда самолет прилетает там конечно много где можно походить вот там и парке все все такое есть сейчас я зашел на другого тур оператора на пегас смотрю цены здесь у них салматы есть таиланд а именно остров хукет самый самый дешевый тур на 7 ночей вот название отеля питание завтраки бб 1842 евро это со скидкой но он подешевел стоил 2222 евро самый дешевый отель пукету знаете как даже есть специальный значок ковид 19 фред зон а у кого прививка есть это понял то бесплатная зона будет какая-то сейчас я набрал шри-ланку курорт у ванатуна из алматы но на новый год не попадает стоит 359 тысяч тенге вот более-менее дешевле это восемь дней скорее всего 7 ночей недели входит перевод раз проживание страховка вот конечно свой видом как бы туры гораздо гораздо подорожали это видно и чувствуется еще будут высокие цены после нового года когда будут каникулы будут отпуск у людей да там 14 дней вот это будет очень дорого стоить очень много людей будет отдыхать и будут разбирать путевки ну вот надо конечно смотреть кто хочет подешевле это после 15 января ребята всем привет я сейчас только пришел с почты на улице прям резко похолодало минус 20 ходил на почту сейчас зал коробку и на прошлом стриме получается марина купила чай я сейчас буду ей отправлять взяла на пробники последняя кстати пачка осталось 28 пробников здесь гайванька нарисована потом а вот это чай иероглиф чая все сейчас буду упаковывать такую коробку вот так выглядит сейчас все подложу чтобы она не болталась и решил еще положить открыточку сейчас подпишу есть таиланда есть дубай разным немножко осталось подпишу с дубая как раз придет на новый год даже раньше до нового года в санкт-петербург написано 7 14 дней неделя-две приблизительно вот это сейчас все подпишу упакую и поднесу чай осталось совсем немного есть пробники еще по 20 видов чая потом есть еще пуэр здесь мини точи может кто-то тоже себе хочет заказать ссылка есть в описании потом одна пачка есть пачка пуэр с розами китайские розы вкусный чай есть пуэр пол килограмма хватит на очень долгое на очень 2003 года кстати чай он чем старше тем вкуснее это как старое вино есть еще чай до хон пау тоже уже фасованы по пакетам один на заварнички можно будет заваривать там 5 7 8 раз смотря сколько будете его держать и еще есть белый чай тоже в предыдущем видео мы этот чай пили с ребятами остались две пачки одна такая пачкой такие вот листочки там видно еще у меня спрашивали про торты где я их беру заказы у меня есть ссылка в описании тортики вот туда можете перейти я один раз как попробовал и уже очень много лет только там заказы на дни рождения на праздники на новый год в общем то искусственная хочет заказать торт и попробовать чай можете заказать торт по ссылке и чай мне написать и торт вместе с чаем получается можете забрать сразу потому что я очень много лет уже там покупает даже у меня есть видео где я торт учился готовить первый раз ну все ребят всем добра всем пока такой вот сегодня ламповый домашний влог